Как это возможно объяснить? Первая история. Писатель Евгений Петров имел странное и редкое хобби. Всю жизнь коллекционировал он конверты от своих же писем. Делал он это как? Отправлял письмо в какую-нибудь страну. Выдумывал все, кроме названия государства. Выдумывал город, улицу, номер дома, имя адресата. И так как наверняка этих данных не существовало, то через месяц-полтора конверт возвращался к Петрову, но уже раскрашенный разноцветными иностранными штемпелями. И была на них надпись. Адресат не верен. И вот один раз в апреле 1939 года писатель решил отправить письмо в Новую Зеландию. Он придумал город под названием Хайдбердвилл, улицу Райтбич, дом 7, адресат Мэрилла от жена Уэйвли. В самом письме Петров написал по-английски. Дорогой Мэрилл, прими искреннее соболезнования в связи с кончиной дяди Пита. Крепись, старина, прости, что долго не писал. Надеюсь, что с Ингрид все в порядке. Целуй дочку от меня, она, наверное, уже совсем большая. Твой Евгений. Прошло более двух месяцев, но письмо не возвращалось. Решив, что оно потерялось, Петров начал забывать о нем. Но вдруг в августе он дождался, приходит ответное письмо. Петров решил, что кто-то над ним пошутил. Но когда он прочитал обратный адрес, ему стало не до шуток. На корверте было написано «Новая Зеландия», «Хэйдберл Райтбич 7 Мэрилл Оджин Уэйзи». И все это подтверждалось штемпелем «Новая Зеландия», почта «Хэйдберл Вилл». Текст письма гласил. «Дорогой Евгений, спасибо за соболезнование. Нелепая смерть дяди Пита выбила нас из колеи на полгода. Надеюсь, ты простишь за задержку письма. Мы с Ингрид часто вспоминаем те два дня, что ты был с нами. Глория совсем большая и осенью пойдет во второй класс. Она до сих пор хранит мишку, которого ты ей привез из России. Но Петров никогда не ездил в Новую Зеландию. И был поражен, увидев на фотографии, которая была в письме, мужчину, который обнимал его, самого Петрова. На обратной стороне снимка было написано 9 октября 1938 года. Тут Петрову чуть плохо не сделалось, ведь именно в этот день он попал в больницу в бессознательном состоянии, и здесь тяжелее... ... ... ... Продолжение следует...